Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И. Мечникова, Министерство Здравоохранения Российской Федерации. Конуслоучевая томография верхней и нижней челюстей. Пациент-мужчина. Дата исследования 6 августа 2019 года. Верхнюю челюсть. 13-й зуб. Признаки эндодотического лечения. Канал до верхушки заполнен штифтом-вкладкой. Переопекальная область без костно-деструктивных изменений. 14-й зуб. Признаки неполной пломбировки обоих корневых каналов. В коронковой части признаки полости размером 3-4 мм. В переопекальной области обоих корней участвуют деструкции костной ткани размером 10-8-8 мм. Прилегающие к нижней стенке ВЧП без признаков ее смещения или деструкции. Нижняя стенка ВЧП толщиной 1-1,5 мм. Отмечается гиперплазия слизистой нижней стенки ВЧП толщиной до 3 мм. 15-й зуб. Признаки неполной пломбировки обоих корневых каналов. В коронковой части признаки полости размером до 3 мм. В переопекальной области небного корня участок деструкции костной ткани размером до 3 мм. 16-й зуб. Признаки пломбировки небного корневого канала. В переопекальной области небного корня участок деструкции костной ткани размером до 3 мм. 17-й зуб. Признаки пломбировки двух дарзальных корневых каналов. Переопекальная область без костных деструктивных изменений. 24-й зуб признаки эндототического лечения. Канал до верхушки заполнен шлифтом вкладкой. Периопекальная область без костных деструктивных изменений. В коронковой части признаки полости размером 3-4 мм. 25-й зуб признаки эндототического лечения. Оба канала до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. Периопекальная область без костных деструктивных изменений. В коронковой части признаки полости размером 3-3 мм. В переопекальной области щечного корня признаки выведения пломбировочного материала за верхушку зуба, фрагмент размером до 2 мм. 26-й дуб признаки эндодотического лечения. Два канала до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. В переопекальной области щечного и нёбного корней участки деструкции костной ткани размером до 5 мм и 4 мм соответственно. Нижняя стенка ВЧП без признаков смещения или деструкции. Отмечается гиперплазия слизистой нижней стенки ВЧП толщиной до 3 мм. 27-й дуб признаки эндодотического лечения. Каналы до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. В переопекальной области участки деструкции костной ткани размером 6-4 мм. Нижняя стенка ВЧП без признаков смещения или деструкции. Толщина нижней стенки до 2,5 мм. Отмечается неравномерная гиперплазия слизистой нижней стенки ВЧП толщиной 3-5 мм. Нижняя челюсть 33-й зуб признаки дефекта коронковой части стороны 34-го зуба. Корень визуально интактен. 34-й зуб канал запломбирован до верхушки. Переопекальных изменений не выявлено. 35-й зуб визуализируется коронка. Корни отсутствуют. 36-й зуб признаки эндодотического лечения. Каналы до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. В переопекальной области переднего и заднего щечных корней участки деструкции костной ткани размером 3 мм и 5 мм соответственно. 37-й зуб признаки эндодотического лечения. Каналы до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. В переопекальной области заднего щечного корня участки деструкции костной ткани размером до 3 мм. 43-й зуб признаки дефекта коронковой части. Полость размером до 3-4 мм. Корень визуально интактик. 44-й, 45-й, 46-й зубы. Канал забломбирован до верхушки. Переопекальных изменений не выявлено. 47-й зуб признаки эндодотического лечения. Каналы до верхушки неравномерно заполнены пломбировочным материалом. В переопекальной области переднего щечного корня участок деструкции костной ткани размером 4,5-8 мм. В заключение. Радикулярная киста 14-го зуба, прилегающая к нижней стенке ВЧП. Гиперплазия слизистой оболочки нижней стенки ВЧП с обеих сторон. Переопекальные гранулемы 15-й, 16-й, 24-й, 37-й зубов. Переопекальные кистогранулемы 26-го, 27-го, 36-го, 47-го зубов. Признаки выведения пломбировочного материала за верхушку 25-го зуба. Врач-ассистент кафедры ручевой диагностики Кайзеров Евгений Владимирович. Вопрос пациента. У меня вопрос. В челюстно-лицевой хирургии сказали, что нужно удалить 7 зубов. На часть главного чага двух верхних коленных зубов слева сверху. Далее нужна операция по удалению кисты. В больнице потребуется быть больше недели. Вопрос. Действительно ли так все серьезно? Понятно, что коронки придется снимать. Но надо ли выдергивать зубы и можно ли не удаляя их, пролечить каналы и без операции? Хирург сказал, что после операции 4 месяца ничего нельзя будет делать. И только потом можно начинать оживлять имплантанты. И надо ли удалять еще 5 зубов, где есть маленькие кисты и непролеченные каналы? Благодарю за объективную информацию. Ответ врача-рентгенолога. Я не стоматолог и не хирург. Я объективно оценил рентгенологическую картину. А решение о лечении принимает хирург. Кисты гранулемы обычно удаляют. Гранулемы можно пробовать консервативно, но ни один стоматолог не даст гарантии на такое лечение. Хотя на практике такое делают. Там, где киста, однозначно удаление. Редактор субтитров А.Семкин